Ну что, друзья, с самого начала вам расскажу, значит, регистрация в отеле происходит, ну, так же, как и во всех, в принципе, премиальных отелях, вы просто садитесь, даете паспорта и ждете, пока вас зарегистрируют, вам не нужно стоять на стойке регистрации, вы просто сидите и отдыхаете, ждете, пока вам привезут ключики, это сразу же показывает уровень отеля и настраивает вас с самого начала на положительные и позитивные эмоции. Еще один немаловажный аспект в этом отеле, это то, что здесь есть русскоговорящий персонал, его достаточно много, поэтому, если вы плохо знаете английский, проблем у вас нигде не будет. Друзья, так вот выглядит номер сьют в royal tower с доступом в lounge, такая вот ванная комната, здесь видите ванная, все такое вот угольного цвета, красивая очень ванная. Ванная, здесь есть с левой стороны еще душ, туалет, спальня, видите какие светильники красивые, постельное белье, здесь рабочий такой уголок, очень просторная одна комната и вот такой вот диван. Так вот выглядит ресепшн отеля, смотрите какая елка красивая, максимально все нарядное. Так, ну что, друзья, есть несколько от меня рекомендаций, в первую очередь я вам советую в этом отеле бронировать номера, которые находятся в royal tower, так называемые клубные номера. Почему? Потому что, во-первых, у вас есть доступ в клубный лаунж, то есть, по сути, это обед. С 6 до 8 у вас есть возможность посещать этот лаунж, там есть бесплатные алкогольные напитки. Второй момент, они сами номера больше по размеру и находятся в отдельном здании, так называемом royal tower, где у вас есть отдельная стойка регистрации и вас всегда селят раньше и выселяют позже. То есть, если вы, допустим, приехали на раннем рейсе, это максимально удобно. Я приехал в 10 утра, но я, правда, переезжал из другого отеля, меня сразу же заселили без каких-либо претензий и вопросов. Выселение в 2-3 вечера тоже без каких-либо доплат. Поэтому эти, конечно, плюсы однозначно учитывайте и при бронировании указывайте. Это первый момент. Второй момент, я бы, конечно, бронировал номер с видом на море, если бы я знал, что есть такая проблема у этого отеля. Те номера, которые выходят без вида на море и до 10 этажа, где-то там 4, 5, 6 этаж, они однозначно смотрят все на парковку. Поэтому, если вы бронируете без вида на море, указывайте на верхних этажах, а если есть возможность, бронируйте сразу с видом на море. Потому что у меня реально выходит номер на парковку и это, конечно, немножко омрачает весь отдых. Продолжение следует... Просто посмотрите, как выглядит территория отеля. Кстати, у отеля очень большая территория на самом деле. И вот тут отчетливо видно расположение отеля среди небоскребов. Сейчас я вам покажу поближе. Видите, с правой стороны вот эта башня, это Royal Tower. Основное здание по центру и слева просто Tower. Вечером, конечно, здесь очень красиво. И вот так выглядит основной ресторан отеля. Ресторан называется Brasserie 2.0. Что у нас тут есть? Здесь готовят блинчики, фрукты есть. На ужин у вас бесплатно, кстати, вот еще мороженое есть. Не смотрел на ужин, у вас включена бесплатная вода без газа. И если же вы заказываете какие-то другие напитки, они, естественно, будут за доплату. Здесь есть такие суши. На вид очень даже неплохие. На вкус я еще не пробовал. Сейчас попробую. Ресторан очень красивый. Смотрите, какой выглядит. Здесь есть сыры. Смотрите, пармезан, бри. Монеталь. Очень много всего. Здесь уже готовят что-то на гриле. Сейчас я вам покажу. Здесь есть мясо. Вы можете подойти и попросить, чтобы вам приготовили стейк. Так. И самое главное, это то, что здесь у нас есть вот такая вот рыбная станция. Есть креветки. Сужеты же их готовят на гриле. Пицца, шахта. Ужины очень хорошие. Опять же, столиков предостаточно. Посмотрите, какой красивый дизайн. Основного ресторана Бразери. Мне очень нравится. Здесь, смотрите, ребята уже готовят. Вот заготовочки на пиццу. Смотрите, как прикольно готовят пиццу. Тесто поднялось. Ну, стандартно. Здесь, конечно, есть и картошка фри, мясо. И вот завтрак в отеле. Давайте посмотрим, вот такие вот блинчики красивые готовят. С левой стороны там станция омлета. Молин. С левой стороны там. Молин. 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 И. Молин. 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 здесь привод сразу готовят панкейки и блинчики за шиколадом здесь уже они готовы вафли кстати тоже есть очень большой выбор смотрите сколько разных джемов свежие круассаны кстати посмотрите даже есть миндальные круассаны на завтрак разные виды хлеба естественно завтрак картошка фри сосиски бекон good morning пошел плиз и от грибочки и вот так выглядит сам ресторан на завтрак видите очень чистый красивый классный завтрак шикарный смотрите по территорию отеля ходят вот такие павлины красивые очень много вообще не боятся ни туристов никого вот видите возле бассейна прямо ходят и что прикольно смотрите какие красивые хотел обратить ваше внимание вот лежаки да и на каждом лежаке лежит полотенечко сразу же упакованное такое после карантина то есть какие плюсы вам не нужно бегать за полотенцами ну а второе конечно же они все чистые и никто их до вас не пробовал руками как ребят выглядит сам отель это с левой стороны башня tower и это основное здание в котором находится ресторан ресепшн и с правой стороны находится royal club между корпусами есть переход кроме тауэра и основного здания но я бы выбрал бы либо основное здание потому что все-таки там ресторан есть либо же уже royal club если есть возможность доплатить за хороший номер смотрите павлины залезли просто на стол это кстати рыбный ресторан если вы приезжаете по концепции завтрак ужин у вас есть возможность как в основном ресторане кушать так и заказывать рестораны а-ля карт их тут достаточно много они тоже все симпатичные не этого отель чем-то напоминает все эти отеля и ваяж в турции такое все стильное современное новое очень красивая у отеля достаточно большая зеленая своя территория много бассейнов я вот уже насчитал три бассейна вот справа стороны еще один бассейн здесь больше отдыхают с детьми а вот такой вот интересная инсталляция посмотрите многие тут фотографируются все отель ну очень высокого качества конечно стоимость тоже не низкая но я вам скажу цена это однозначно оправдана и я много видел отелей в эмиратах в том числе есть лучшие отели но они значительно дороже на 30 на 40 процент это конечно этот отель и он оптимальный по стоимость есть вот такая зеленая полоса лежаков для тех кто любит лежать не на пляже так ребят вот таким вот образом выглядит пляж отеля здесь есть видите и пальмы очень широкая пляжная полоса много лежаков лежаки все свежие классный белый песок здесь я считаю что этот вообще пляж лучший дубая объясню почему потому что здесь настоящий песочек мягкий светлый эти какого он цвета во-вторых на пляжной полосе на самой нету никаких лодок вот там одна лодочка едет но нету толп людей это очень круто во-вторых здесь теплое море теплый песочек и поэтому я считаю что в принципе этот пляж лучший дубая то есть видите такая панорама открывается на город эти столько небоскреба у вас не не покидает вас ощущение что все-таки в дубае но в том числе вам комфортно очень отдыхать это конечно же огромный плюс отеля ли royal meridian ребят и место для игр для детей вот здесь есть теннисный стол вот такой вот огромный корабль это для детей скорее возрастом до 4 лет здесь есть и классики вот там дальше есть еще 1 такая вот детская зона здесь уже для детей постарше все это конечно же бесплатно очень круто что она под накрытием сейчас утра еще солнца нету но эмираты все таки солнце здесь паленая сильно поэтому конечно же это большой плюс такой еще есть мини-гольф здесь все покрытие мягко специально для того чтобы дети не повредили себя во время игр посмотрите какая детская площадка шикарно все деревянная много очень птиц ходят павлины по территории этот отель еще и кис френд поэтому если вы путешествуете с детьми хотите максимум комфорта я бы выбрал бы этот отель так и еще один бассейн здесь инфинти пул с той стороны он как инфинти идет а здесь видите как такая переходящая река ну и просто шикарнейший панорама шикарнейший вид открываются на дубай с правой стороны еще один бар но все эти бары для них конечно платные потому что отель работает либо на завтраках либо на завтраке ужина кстати зона возле инфинити бассейна полностью пустая я не знаю где люди сейчас 11 часов утра никого нету все где-то гуляют либо на завтраке до сих пор завтра кстати до 11 утра ужин с 7 до 11 вот такой вот инфинити бассейн красивых фото сама пляжная полоса видите пляж отеля награжден такими небольшими камнями здесь стоит охранник и вот тоже в принципе идет сам пляж отеля вернее мы не муниципальный пляж сам пойду покажу какой заход видно колесо обозрения и на всю марину так выглядит сам пляж отеля чистый такой песочек море красиво если сравнивать а вот посмотрите какой здесь песок тот который на пальме на ступном острове здесь мелки настоящий чистый песочек я считаю вот если сравнивать по пляжной полосе то лучшими в этом плане являются вот отели по очереди это хаптур лимиридиан риц там уже пошел иксос и чем ближе к адресу вот туда с правой стороны тем хуже уже начинается пляж но в любом случае это пляжная полоса эта часть дубая я считаю лучшая по пляжу которая есть с отелями по развитой инфраструктуре это мексиканский ресторан майя и вот с правой стороны небоскребы да какое интересное сочетание кстати мексиканские рестораны сейчас это тренд они есть практически во всех отелях которые себя уважают может быть даже скажу попробую какая кухня на ужин в нем а на Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok